Здоровое горячее питание для учеников младших классов стало более качественным, а самое главное бесплатным. Первоклассник Дмитрий Абалмазов завтракает с удовольствием. Сегодня в школьном меню его любимое картофельное пюре и жареная рыба с овощами. Еда каждый день разная, рассказывает Дима, но всегда теплая и вкусная. У нас были пельмени, омлет. Омлет мне нравится. Яблоки мне нравится брать и есть их. А похоже это на то, что мама дома готовит? Да, все похоже. Бесплатным горячим питанием с 1 сентября этого года обеспечили все начальные классы региона. Всего 677 школ Самарской области. На эти цели из федерального и областного бюджетов направили 622 миллиона рублей. Стандарты оказания услуги были согласованы и утверждены региональным Роспотребнадзором. Двухнедельное цикличное меню размещено на сайте каждого учебного заведения. Это примерное меню, которое может меняться в том или ином образовательном учреждении. Оно ориентировано на нормы питания, рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации Самарской области и основывается на принципах здорового питания. Насколько качественно готовится и подается еда в школах региона регулярно проверяют в Министерстве образования и науки Самарской области. В 168-ю Самарскую школу с проверкой нагрянули еще в сентябре после многочисленных жалоб школьников и родителей. Пища подавалась холодной, из-за чего дети часто оставались голодными, а еда выбрасывалась. За месяц в образовательном учреждении устранили все недочеты. Я сама неоднократно приходила несколько раз в месяц и проверяю, что за питание дают нашим детям, какое оно. Не только же должен Роспотребнадзор правильно за этим следить за организацией школьного питания, но и мы, мамочки с родительского комитета, тоже проверяем. Питание теплое. Для меня важно, чтобы питание было теплое, не холодное. До завершения этого года в областном Минобразовании разработают дополнительную региональную программу организации горячего питания в школах-губернии. К работе, как и прежде, подключат общественную палату, представители ОНФ и родителей. Проверять будут все, от закупки продуктов до правильно накрытых столов. В настоящее время в Самарской области действуют горячие линии для получения обратной связи. Озвучить свои пожелания по улучшению качества питания можно по телефону 333-50-01, а 17 сентября через госуслуги. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Ольга Павлова, Константин Головин.